Всем привет, с вами Паул Ревью. Сегодня в обзоре фильм Форсаж Хопси Шоу. Поехали! Подумай только, франшиза Форсаж уже с нами почти 20 лет. А начиналось все просто, с крутых уличных гонок. До сих пор помню третий Форсаж, так и скидривис, как главный герой участвовал в финальной гонке. Кстати, третий Форсаж, это мой любимый Форсаж. Постепенно серия меняла формат и шла по пути остросюжетного боевика с экшеном. Но сохраняла при этом непременно динамичные гонки в качестве гвоздя в сюжете, чтобы сохранить связь с раскрученной франшизой. Поэтому, идя на очередную серию, ты примерно понимаешь, чего туда ожидать. Похождение брутальной парочки, которая же приглянула зрителю в свое время. Люк Хоббс, американский элитный спецагент. Он любит удобную спортивную одежду, большие пикапы и здоровое питание. А так же миниганы. Ты привел кавалерию? Женщина, я и есть кавалерия. Разумеется. Кто это? Хоббс. И Декор Шоу. Британский пижон, бывший сотрудник разведки, предпочитает дорогие костюмы, спортивное авто или на ноги красоток. Вражда Хоббса и Шоу начинается с седьмого форсажа. В этом же фильме им придется забыть старые обиды и работать в команде. Мои впечатления. Форсаж Коапсы Шоу это мега крутое кино с крутыми эффектами и добротным юмором. Конечно он мне понравился. Режиссер картины хорошо известный Дэвид Лич, признанный мастером боевиков. В его активе такие картины как Дэдпул 2 и Джон Уик. Сразу скажу, чтобы получить полный кайф от просмотра нового форсажа, мозги лучше оставить дома. Это чисто развлекалово. Сюжет нового фильма вполне банален, это минус. Разумеется речь идет о спасении человечества от плохих челов с нанотехнологиями. Я будущее этой планеты. Я необходимая шоковая терапия. Я новая ступень эволюции человечества. Эта примера миссии не выполнима 2, только с юмором и немного другим раскладом. В миссии все же не было сверх наночеловека, который крушит все подряд. Так вот, сестра Шоу вела себе смертоносный вирус, которым эти челы хотели превратить слабых людей в нанолюдей. При этом убив много людей. Шоу Хобсу придется ей помочь, а заодно спасти мир. Забыв старое разногласие. Из плюсов. Вначале динамичная боевая сцена, а затем короткий скетч с участием главных героев. И это сразу завлекает зрителя. Дуэйн Джонсон и Джейсон Стейтем оказались к тому же суперскими комиками. Это просто умора. С первых минут, как ими предлагают работать вместе, начинается веселуха. Огромное количество шуток, постоянный степ героев друг на другом. Но умеренный. Он не успевает надоесть и наскучить. Умеет вовремя остановиться. Что за прикид? Я собираюсь спасти мир и между прочим... В четвертый раз. Могу сделать это хоть в бикини. Как они ругались, это просто нечто. Никто не хотел приближаться к ним. Также шутки по Игре Престолов. Видно, создатели не забывают современные тренды. Тем, кто боится спойлеров к Игре Престолов, смотреть фильм, противопоказано. Эффекты. Это главный плюс. Хоббс и Шоу – это прекрасный фильм для своего жанра. Динамичнейший комедийный боевик. То есть, отличные поставленные файтинги, экшен и трюки. И в большом количестве, конечно, они нереалистичны. В этом тоже проблема. Вот хотя бы небольшой момент. Когда сестра Шоу, спадясь от наручников, начала бить охранника стулом. В реальности, он сразу бы вырубился, а тот дал бы дуба. Из трюков отмечу легендарный проход машины под фурой. Отсылка к Must Wanted. Офигенной игре. И еще финальный трюк с вертолетом, который в реальности повторить нереально. А также отсылка к предыдущим частям. Что каждый постепенно выпускает за кисть озёта. И это также смачно показывает. При этом водители после того, как нажали кнопку, говорят какую-нибудь смачную фразочку. Также сцена с лифтом и сцена с разными дверями. Очень забавные сцены. Визуал очень крут. Локации интересные и подчас экзотические. Особенно понравилась битва на острове Самоа. Это, можно сказать, родина Дуэна Джонсона. Ева мать имела полинезийское происхождение, а народом как раз с островов Самоа. Танец Маори был, и это было очень круто. И враги просто в штаны наложили. Вспомним традиции предков. Впечатляет. Ребят, вот если перед вами списали этот танец, ваша реакция? Пишите комментарии. В фильме уровень крутости просто зашкаливает. Самоанские племена с нанотехнологиями, при этом вооружённые швабрами и камнями, летающие машины, терминаторы, пуль непробиваемые люди, причём по обе стороны перестрелки. Главный злодей наночеловек, чёрный супермен. Тут всё стандартно. Его скосили машины, и теперь они вертят им как хотят. И он считает, что это всё правильно, путь технологий, роботов и так далее. Ещё есть плюсов. Отличная операторская работа, постановка кадра. Ну и в принципе, где мы были недовольны операторской работой в форсажах, по мне у них с этим всё норм. Ну и сами актёры. Дуэн Джонсон, как обычно, Скала, крупный, мощный и с офигенной харизмой. Джейсон Стейтем, Человек Жанров, в последний раз он отдавал Атата Мегалодону, помните, Мэг Монстр Глубины, или в комедии Шпион. У нас уже сложилось его амплуа крутого парня. Оба главных артиста обзывают друг друга в лучших традициях комедийного американского шоу. Дополняет актёрский состав британец Идрис Эльба, греченка лауреат премии Оскар, Хелен Мирин и прекрасный ненавзеландский артист Криф Кертис. Минусы. Я уже сказал и повторю. Сюжет банальнейший и линейный. Реалистичности событий позволяют любые фантастические блокбастеры. Законы физики это не про нас. Но какая черту разница, если это драйвово, энергично, весело и ярко? Дэйт Лич снял лучшую картину по франшизе. После этой ленты продолжение легендарной франшизы кажется весьма проблематичным. Режиссер от души от Сибас над боевиками, над блокбастерами и над всем форсажем в целом. Это хорошее развлекательное кино и оно с этим справляется на 10. Сюжет, прямо скажу, все же довольно примитивен, но он не сильно бесит, особого бреда в нем нет. Фильм точно подойдет для просмотра, без напряжения мозгов. Моя оценка 8 из 10. Я точно рекомендую этот фильм к просмотру. Всем спасибо за просмотр. Кому понравился обзор, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик, а также пишите комментарии, как вам фильм, как вам обзор. С вами был Пал Гривью, пока, увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok